В эфире программа Пациент. Здравствуйте! Сегодня каждый второй говорит про осознанность и духовные практики. Интерес к эзотерике повышенный. Проблемы со здоровьем, нехватка денег, неудачи в личной жизни. Со всем этим, как уверяют энерготерапевты, можно справиться, если разобраться со своим тонким телом. Еще одна наука, которая гарантирует счастливую жизнь без болезней, это СЮЦАЙ. Наука о психологии цифр. Многие люди в течение жизни задаются вопросами, в чем мое предназначение и что нужно делать, чтобы прожить счастливую жизнь. Согласно СЮЦАЙ, ответы на эти вопросы зашифрованы в дате рождения. И с помощью расшифровки этого кода можно понять, что делать, как себя вести, от каких привычек отказаться, чтобы выйти из программы ума. И у нас в Абхазии есть мастера цифрологии и энерготерапевты. Сегодня поговорим о них. Можно увидеть прошлое с помощью энергии. Представляете, такое состояние, что человек разрушен. Плацебо это, сейчас это трактуют как психосоматика. Это наука про себя, познать себя. Пока есть душа, есть энергия. И когда мы их переделываем, наши дети все против нас становятся. Вы заметили? Мысль уничтожить нельзя. Вот мы живем в себе люди. И поэтому мы страдаем. Жительница села Пщапа Елена Плужникова переехала жить в Абхазию в 2011 году. Вначале приехала работать по контракту в гостиничном бизнесе. Но красивая природа и доброжелательные люди утепленили ее сердце. И она решила остаться здесь навсегда. Я очень люблю этот край, эту страну и этих людей, которые мне здесь ни одного плохого слова не сказали. И если я хоть кому-то чем-то могу помочь в этой стране в ответ за их гостеприимство, я с удовольствием это сделаю. Когда заходит разговор об энергопрактиках, у многих возникает вопрос, что это такое? Ритуалы со свечами в шаманских одеяниях люди часто связывают данное понятие с мистикой и эзотерикой, говорит Елена Николаевна. Однако, по ее словам, на самом деле так называется совокупность духовных практик, направленных на работу с внутренней энергией. Энергопрактики – это упражнения и техники, которые якобы помогают работать с тонким телом человека, состоящим из жизненной энергии, потому невидимы. Сторонники метода уверены, что многие проблемы со здоровьем, в отношениях и даже с деньгами возникают как раз из-за повреждений тонкого тела и блокировки потоков энергии. Появляться они могут, например, если человек злится и раздражается. Но иногда эти блоки передаются от предков, переживших тяжелые события. Можно увидеть прошлое с помощью энергии для того, чтобы изменить ту или иную ситуацию в прошлом, чтобы в настоящем человеку исправить неправильное его положение, может быть, неправильное состояние. Энергиями можно сделать диагностику и установить, какой орган требует вмешательства. Есть такие варианты, когда уже поздно энергиями лечить, надо ложиться на операционный стол. Ведь сначала заболевание приходит на энергетическом уровне. И вот тонкие тела, наши тонкие тела, они отвечают каждый за свое. Одно за мысли, одно за поступки. То есть видно на этих телах темные пятна, и видно, что человек неправильно поступает или неправильно мыслит. И надо работать с тем или иным отношением человека к окружающему миру, чтобы у него в последнюю очередь это начинает болеть орган, а сначала начинают тонкие тела страдать. Вот энергопрактика, которая помогает восстановить движение энергии в этих тонких телах. Тогда болеть органы не будут. Энергопрактики существуют тысячи лет, но популярны стали относительно недавно. В 2020-е годы в соцсетях появилось множество людей, называющих себя энерготерапевтами, предлагающих услуги по лечению тонкого тела. Одни совмещают энергопрактики с вполне земными и понятными вещами, вроде массажа спины, а другие сразу заявляют о своей принадлежности к миру эзотерики. Но большинство энерготерапевтов все же считают себя психологами и коучами. Многие помнят Анатолия Кашпировского и Алана Чумака, которые в 80-х годах в прямом эфире Центрального телевидения лечили людей. Я хочу вас предупредить, что наш сеанс, я считаю, уже начавшимся. Буквально с первой секунды, когда начинается наше общение, я считаю, что происходит лечебное влияние. Обычно в такие сеансы я начинаю всегда с обзора записок, которые дают возможность ответить на некоторые интересующие вопросы наших пациентов и зачитывая зачастую письма, телеграммы, различные сообщения, которые дают возможность судить об эффективности и непосредственно лечении телевизионного. Елена Плужникова интересуется тонкими материями с 24 лет, сейчас ей 70. Раньше не было институтов, где этому можно было обучиться. Информацию она черпала из книг. По ее мнению, это и есть нетрадиционная медицина. Многим мудростям она научилась у своей бабушки, которая заговорами лечила всю округу. По словам Елены Николаевны, многим, кому врачи не давали надежду, благодаря энерготерапии она спасла жизнь. Мы посещали все, сейчас это называется, вебинары, семинары. А тогда это просто собиралось в какой-то зал, аудитория, и лекцию вели люди, которые знают и Джуна, и Кашпировский. Все эти люди вели свои семинары. Мы их посещали, писали лекцию, а потом отрабатывали, учились. Так Кашпировский хороший был? Нет. Кашпировский аферист. Это гипнолог. Он не аферист, он гипнолог. Он мог ввести в гипноз, он мог внушить человеку, что у него того или иного заболевания нет, хотя заболевание осталось. Вот это вред. Заболевание-то осталось, оно же не прошло. В современном мире очень много онкологических больных. Как считает энергопрактик, бытовой ушиб может нанести телу большой ущерб, так как вначале рвется тонкое тело. А затем физическое. Нужно вовремя исправить. Все люди рождаются с раковыми клетками. И много факторов, которые влияют на их рост. В первую очередь, химическое воздействие на организм. Это и вредное производство, и питание. Важно укреплять иммунитет. Именно он способен бороться с раковыми клетками. Положительный результат, который люди могут ощущать после энергопрактик, ученые объясняют эффектом плацебо. Человек, поверивший в пользу этого метода, связывает излечение с ним, хотя болезнь могла пройти по каким-то другим причинам. То есть нетрадиционная медицина не отрицает медицину ни в коем случае. Если вместе, то получится. Вот если врозь, то может ни у одного, ни у другого направления не получится. Плацебо, сейчас это трактуют как психосоматика. Это неплохо. Вера в излечение очень хорошо. Если человек верит, что он излечится, он будет искать способы, он будет думать об этом, он будет к этому стремиться. Терпение и труд – все перетрут. Я очень часто пользуюсь, я всю жизнь живу пословицами, на которые мне говорила моя бабушка. Она меня многому научила. Бабушка моя заговорами лечила всю округу. И была очень умной женщиной. Мама была медик, традиционный хирург, стояла возле операционного стола 40 лет. Также лечила людей, но традиционной медициной, как теперь называется. Но я не понимаю, почему медицина, которая развилась намного позже, чем, как они говорили, колдовство, вражба и все остальное. Это традиции наших предков – восстановить тебя. Вот это должна быть традиционная, а вот это современная. Ну, это бог с ней. Это словесная такая. Все энергия, говорят энерготерапевты, и это подтверждает квантовая физика. Тонкие материи есть у каждого человека и представляют собой несколько слоев жизненной энергии, сопровождающие тело физическое. В тонком теле могут происходить сбои, появляться блоки, и тогда человек заболевает. Считается, что собственной энергией обладают не только люди, но и предметы, и даже деньги. У нас все энергия, все, буквально все энергия. Вот это тоже энергия, и вокруг него тоже частицы. У нас все без энергии, только мертвое тело. Пока есть душа, есть энергия. Если есть душа, есть связь со Вселенной, и есть энергия. Если мы связаны, значит, вокруг нас всегда идет движение энергии. Вот править эти движения, это предупредить, много заболеваний можно. Восстанавливать можно. И надо, чтобы люди понимали это. Если они будут понимать, они могут сами себе восстанавливать движение энергии. Есть дыхательные гимнастики. Восточная медицина на этом очень хорошо продвинута вперед еще очень давно. То есть есть точки, которые надо обрабатывать хорошенько. Где-то деревянной палочкой, где-то массажером, где-то просто руками. Это обязательно надо делать, потому что это помогает жить. Но это все работает. Работает, работает. Все работает. Люди, которые этим интересуются, ну, вроде меня. Сначала это хобби было. А потом, когда реально помогаешь людям, это уже не хобби, это желание помочь. Развиваются руки, их надо было включить, эти руки, чтобы они чувствовали. Диагностика делается руками. То есть ты ведешь на руках, у тебя ответ. Это как объяснить словами? Мои пальцы видят органы, которые больные. Или которые просят о помощи. Это рука говорит. То есть я глазами не вижу, что в печенке, где там что, а вот рука увидит. Но вы должны пощупать, да? Нет, нет. Но вы можете вот в качестве примера, вот оператор, что у него какие-то заболевания? Ну, давайте посмотрим. Молодой человек, у вас немножечко воспалена слизистая желудка. На одном легком рубец. Или перенесли ковид, или воспаление легких, но он старый. Почка, в одной почке песок. Ко мне нет песок. А на ногах не плоскостопие? Плоскостопие? Да, плоскостопие. Ну, голова – самый интересный орган. Мальчик-фантазер. Ну, оператор, конечно, фантазер. Но он чистый. Мальчик чистый. Сильных отклонений в физическом его теле я не нашла. И еще поясничка болит, бывает. Да, во-первых, это позвоночный отдел, даже верхний седалищный, скажем так, он придавлен. А придавлен только потому, что почки тяжелые. Там мышечная структура начинает держать позвонок. И вот это все связано. Седалищный нерв, верхний седалищный нерв проходит мимо почек, там рядом. А почки воспаленные своего рода. Мышцы начинают держать позвонок. Здесь уходят в тонус. Почки начинают подтягивать. И получается, и позвонок, и почки друг другу мешают. Одним тем, что мышцы начинают группироваться и держать позвонок. Позвонок надо поставить на место. Почаще висите на турнике. И действительно, оператор съемочной группы подтвердил, что диагностированные Еленой Николаевной болячки ранее он выявил в больнице. У Елены Плужниковой медицинское образование. Она мануальный терапевт. А как известно, мануальная терапия – один из самых эффективных способов лечения грыжи шейного и поясничного отделов позвоночника. При этом начать лечение можно на любой стадии заболевания, вне зависимости от того, насколько сильно выступает наружу фиброзное кольцо, окружающее межпозвоночный диск. Есть такие грыжи, которые нельзя убрать. Допустим, грыжа шморли. Это грыжа, которая выдавливается вовнутрь позвоночного столба. Руками ее убрать, если она уже большая, практически невозможно, туда не влезешь. Уменьшить возможно, растянув позвонок чуть-чуть, она уберется. Есть грыжи, которые обволакивают нервные, корень нервного окончания, и тогда с ними надо работать очень аккуратно, дабы это очень больно, во-первых, и аккуратно. Лучше не оперировать грыжи. Лучше есть ЛФК, лечебная физкультура, она уже давно есть, очень хорошая. Руки. Лучше сходить в мануальщику, чем сделать операцию и быть практически инвалидом. Это я вам точно говорю. Мир вокруг нас не идеален, в нем есть злость и зависть. Всем приходится с этим сталкиваться. Энергетические люди восприимчивы к подобного рода вещам. За годы практики специалистам не раз приходилось видеть, как люди намеренно желают другим негатива. Или еще хуже совершают действия, чтобы причинить обидчику неприятности, совершенно не задумываясь о последствиях, которые непременно будут. Для тех, кто хорошо знает физические законы, схема работает по тому же принципу. В данном случае срабатывает закон равновесия. Ведь все, что с нами происходит, это результат наших же действий. Но человек не всегда способен правильно оценить свои поступки, считая себя всегда правым. Если мы от души желаем добра, это добро придет по назначению. И вернется к тебе тоже добро. Не именно это же, но добро. А если мы просто на словах это говорим, а желаем внутри фу, то это придет фу и туда, и сюда. То есть вы сейчас имеете в виду о том, что мысли, наши мысли формируют и наше сегодняшнее состояние. Это самое главное. Самая большая энергия – это энергия мыслей. Мысль уничтожить нельзя. Все остальное, слово можно стереть. Вещь, которую в руках держишь, можешь уничтожить. А вот мысль уничтожить нельзя. Подумал неправильно – все. Надо научиться правильно мыслить, позитивно мыслить. Ну, в народе говорят, у него тараканов в голове немерено. Это неправильные наши мысли. Убедите лишних тараканов, оставьте нужных. Я так поняла, что даже не взначая броненное слово, оно все равно имеет силу и просто так не уходит во Вселенную. Слово не появляется на языке без нейронной реакции мозга. Сначала произошла реакция в мозгах у нас, потом там это слово родилось и пришло к нам на язык. Значит, эта мысль, она незаметная для его человека и всех окружающих, она прошла и пришла на язык. А мысль – это самое материальное. Надо следить за этим. Это очень важно. Надо и слова, и мысли контролировать. Мысли – самое первое. Если будешь мысли контролировать, слова не будет. Основная цель энергопрактик – достижение гармонии и баланса энергии внутри себя для дальнейшего духовного развития и самосовершенствования. Она предполагает работу с ощущениями и направлена на повышение чувствительности. Итогом таких практик становится пробуждение собственных базовых настроек и исцеление тела. Елена Плужникова утверждает, что ранняя диагностика очень важна и поэтому призывает всех хотя бы раз в год уделять внимание своему здоровью. Важно обращать внимание на свое здоровье и ходить, сдавать анализы, делать диагностику. Не понравился ответ одного врача – иди к другому. Есть хороший анекдот. Русскому человеку сказали, что он через два дня помрет. Он пошел, стал пить эти два дня беспробудно. Ну и помер от того, что опился. Сказали французу, он пошел по своим любовницам. За два дня на этой почве сошел с ума. Американец, он там деньги. Сказали еврею. Еврей просто пошел к другому врачу. И все. То есть, если один врач чего-то не увидел, не значит, что другой тоже такой же, тоже не увидит. Человек не может быть идеальным. Не надо никого хаить. Не увидел – это не его вина. Он не увидел. Пойди к другому. Врачи есть. Вот уже второй год Юлия Авицба занимается наукой сюцай. Пришла она к этому, потому что не находила взаимопонимания со своими детьми. Вроде бы она старалась быть хорошей мамой. Делала все для детей, а в ответ получала грубость и агрессию. На этой почве у нее появилась депрессия, ее даже парализовало. Я всю жизнь, ну сколько, лет 15, я бизнесмен. У меня есть много магазинов, я бизнесом занимаюсь. А здесь мне, когда вот это все произошло, мне уже не хотелось никакие деньги, никакие машины, никакие квартиры, ничего не радует. Представляете, такое состояние, что человек разрушен. Я думаю, надо узнать себе, почему мне так больно, почему я не понимаю людей, почему все происходит не так, как надо. Находясь в сложном положении, Юлия случайно в интернете увидела ролик про сюцай, где получила ответы на свои вопросы. Это ее увлекло, и она начала изучать углубленную эту тему. Она окончила несколько курсов у основателя сюцай, академика университета Оксфорд, профессора в области психологии, Жаната Кожамжарова. У нее есть тепло Международной академии духовного развития и инновационных технологий. Сегодня я совершенно другой человек, и с детьми у меня прекрасное отношение, говорит Юлия. А сейчас эту науку, именно сюцай, цифрологу полностью, там все можно. Там можно познать себя, там можно знать, когда, в какие дни можно оформлять, какие не покупать, какие не регистрировать за акции. Это все, это настолько оно разносторонное, поэтому каждому человеку эта наука просто необходима как воздух. Сегодня сюцай – это модное направление. Многие коучи ее несут в массы. Согласно учению, у каждого человека есть свои черты личности и миссия, которые заложены в дате рождения. Именно она определяет, что у вас получится лучше всего – любовь, карьера, зарабатывание денег или получение знаний. На примере себе скажу, вот я число сынования два, двойка. Я страдала за отношения. Плохие, хорошие, когда я поняла себя, я уже знаю, как мне перейти в другую цифру. Какие у меня в матрице нету цифр, я смотрю, разбор делаю, и я понимаю, с чем мне надо работать. Что у меня есть, какая цифра у меня есть, это мои сильные компетенции. А которых нету, мне надо наработать. Зачем я буду все, все практики жизни проходить, когда я могу просто точечно выбрать, именно что мне надо, и пойти. Человек сам познает себя, и он не будет ни разрушаться, ни обижаться, ни злиться, достигать все своих целей. Это же все про себя. Там это нету про кого-то узнать. Это наука про себя. Познать себя. Когда мы познаем себя, тогда нам легче жить. Тогда мы не разрушаемся и не требуем от кого-то понимания, уважения, знания. Мы изучаем себя. И все. Нам легче становится жить. Вот это наша матрица. Вот. Все девять цифр должен человек иметь. Но мы рождаемся. Обязательно 4-5 цифр нету. Ну, максимум 3 цифра в любом варианте. Вот. Вот у меня, например, цифры единицы есть, двойка есть, девятка есть, две седьмёрки есть, шестёрка есть. Вот эти мои сильные стороны. Тройки нету, пятёрки нету, восьмёрки нету, четёрки нету. Эти энергии я должна в течение жизни наработать. Легко эти вещи наработать, если знать, какие компетенции надо изучить, чтобы поставить матрицу, эту цифру. И всё. Цифрология смотрит на каждое числовое значение с двух сторон. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. Рассказывает, что нужно делать, чтобы воплощать именно положительное значение. Подсказывает энергии, каких чисел не хватает и как это восполнить. Раскрывает миссию человека. Проще говоря, эта наука даёт человеку не простую данность, а настоящие путеводители, подсказки, которые могут реализовать себя. От миссии и дела, которым следует заниматься, до пищи, которую лучше не употреблять. Даже можно брать, посмотреть матрицу ребёнка, вот сейчас, после 16 лет спокойно говорит, его куда направить учиться. И всё. Ребёнок не будет в 10 лет не в своей реализации находиться. Потому что я по себе знаю. Я своего ребёнка отправила к стоматологу учиться. Он мне через 4 года сказал, говорит, мама, какой стоматолог? Я не буду в зубах чужих поверяться. Всё. Четвёрка. Когда пойдёт? После науки я поняла, куда я 10 лет упустила. Но после того, как вы сейчас прошли цифрологию, вы детей уже своих понимаете? Они вас понимают? Сейчас мы лучшие подружки. Я когда уезжала обучаться, я телефон, айфон разбила, 11-й её, и уехала так. Когда я приехала, я извинялась перед своей дочкой. Хотя я теперь, да, после учёбы. Потому что это её программа. Она так. Она седьмёрки, они даже их, они агрессивно даже благодарят. А для меня, мамы, как она со мной разговаривает. Для меня было обидно, как я её воспитала. Всю свою любовь даю, она. А у неё такая программа. Она не умеет по-другому. Вы представляете, когда мы знаем, что ребёнок такой, мы никогда не будем на него обижаться. Никогда не будем мы коверять, разрушать. У него такая энергия, мощная, огромная планета, на неё в ней. Как я могу переделать ребёнка? Это невозможно. Это наши люди. Вот мы живём в себе люди, и поэтому мы страдаем. Если мы не будем жить в реальности, мы не будем страдать. Мы просто будем жить счастливо. Как утверждают адепты Сюцай, это ответвление Раджа-йоги, которой несколько тысяч лет. Сюцай – это наука о дисциплине ума и реализации души. С её помощью происходит гармонизация всех сфер жизни, обретение баланса и выполнение миссии человека. В 2000-е годы – это люди-стратегии. Они давали цели всем. Но в 2000-е годы мы детей разрушили. Они должны понимать. Они пришли на эту землю нам дать понимание, что они не хотят так. И когда мы их переделываем, наши дети все против нас становятся. Вы заметили? Сейчас другой век. Век психологии. Сейчас не то, что мы меняемся, а мир такой. Планета сейчас – это психология. В 2000-е годы дети нас изменят, если мы не будем меняться. Просто мы, не зная, будем разрушать. А зная эту науку, мы, наверное, не разрушим. Будем много современных детей. С каждым, со своим ребёнком, танцуем, играющим, и всё. Именно вот эта наука, суцай, она сделана на энергии. Чтоб каждый человек понял про себя. Это разные цифры, про цифрологию я не говорю. Именно про суцай я точечно знаю, что это копать свой огород. Как наш учитель говорил. Хочешь счастливым быть? Измени себя, и твоё окружение изменится. Потому что болячка, я вижу там, а там нету больных. Излечи себя, и там всё исцелится. Меняем себя, и окружение будет меняться. Как утверждает Юлия, ведь с Бакни приходит много людей, которые хотят разобраться со своими проблемами и получить ответы на многие вопросы. Хочется отметить, что в мире много как сторонников, так и тех, кто считает эти направления неэффективными. Верить или нет в успех энергопрактики или же методики суцай, каждый должен решать самостоятельно. Сегодня время новых технологий и информации, которые дают человеку возможность познать себя. И в этом вопросе главное не запутаться. Информации достаточно, нужно только проанализировать и сделать правильный выбор, который сделает вашу жизнь лучше. И не забывайте о пользе здорового образа жизни. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok